Центральный нападающий второго звена, и вот как раз Барретт сейчас на вбрасывании. Но опять на точке, посмотрите, россияне выигрывают. Есть возможность сейчас немножко подержать шайбу. Ой, какой момент! И гол! Гол! 1-0! Сборная России в меньшинстве открывает счет в этом матче. Вот это да! Вот это момент создаем! Ну а как здорово-то шайбу придержал Торопченко. И в итоге Павел Калтыгин один на один выходит. И с неудобной руки все-таки пробивает Дилана Сансира. И первую шайбу на этом турнире пропускает сборная Соединенных Штатов Америки. И вратарь сборной США 1-0. Вот так вот в меньшинстве красиво. 3.37 еще играть в периоде под номером 1. 1-0, россияне впереди. Но вот так вот надо постараться сейчас, конечно, выиграть эту стартовую 20-минутку. И опять момент! Проваливаются американцы в зоне! Побольше все-таки надо играть в пас. Есть возможности для передачи. Хорошо двигаются наши ребята. А вот это была очень рисковая передача. И в итоге в момент у сборной США. И шайба у ворота. Вот посмотрите. Ошибаемся. В средней зоне. И все. И контратака, и американцы сравнивают счет. Гранд Мисмаш. Становится автором заброшенной шайбы. Добил он там ее в ворота. С первым броском, показалось, справился Максим Жуков. Но прямо перед собой ее отбивает. Вот давайте смотреть повтор. Вот не успеваем. Возвратись назад. Раз бросок. Мы там сейчас на этом повторе не очень видно. После первого броска шайба залетает или нет? Да. После первого проходит она все-таки там под щитком нашего вратаря. Не показалось ли вам, дорогие друзья, что сейчас немножечко подсели россияне? Не всегда так мобильно от этого получается играть, прежде всего, в обороне. Вот прибавили, прибавили. Американцы скорости. Чуть выигрывают конек. И вот стали возникать проблемы у наших ребят. И как здорово все делают американцы. Классно подставленная клюшка перед воротами. Уже на льду был Максим Жуков. И над ним шайба пролетает. И вот празднует успех Райан Пилинг. Хорошая обостряющая передача на пятак. И американцы, посмотрите, уже выигрывают. 2-1. Четвертый на третьего. Но тут, может быть, и рикошет даже был. Давайте сейчас посмотрим. Не очень на этом повторе понятно. Да, есть подправление. Хороший шанс очень вернуться в игру у сборной России. Это большинство. Ибо в касание. Нет. Сразу не сумел тут бросить Калтыгин. Последние 30 секунд сейчас пойдут периодов. Ой-ой-ой. Под номером 2. И как-то потерял ворота. Максим Жуков не лучшим образом сыграл. И отвечают американцы шайбой в меньшинстве. И что, дубль Райана Пилинга в сегодняшнем матче. Да, так оно и есть. Вот, посмотрите. Один пошел на двух защитников. Побросил Пилинг. И не лучшим образом, конечно, здесь сыграл Максим Жуков. Будем откровенны. Не самый сложный бросок. Не сумел отбить наш вратарь. До этого, в общем-то, здорово играл. Но тут, мы видим, потерял, по-моему, ворота. Реагирует Сансьер после наброса Саморукова. Не удалось реализовать большинство россиянам на старте третьего периода. И теперь уже бродит Качук, вышедший в штрафного бокса. Передачу делает на пятак. Бросок касаний. 4-1. Американцы впереди. Джош Норрис здорово откликнулся на передачу своего капитана. И это первая тройка нападения. Ткачук, Норрис, Вальстрюм. Вальстрюм дубль в первом матче сделал. Ну, а сейчас вот все сделали шикарно. Ткачук и Норрис. Здорово тут в касании. Поймал шаевую. На крюк и бросил Джош Норрис. И между щитков галкипера Максима Жукова. Ну и, конечно, реализация момента. Все это остается. Все-таки были возможности шикарные у нас развития. Этот успех. Выигрывая еще 1-0. Давали американцы нам играть. Вот неплохой бросок сейчас в исполнении Ярослава Алексеева. Да, выделяем. Выделяем сегодня эту тройку. Бицадзе, Алексеев, Торопченко. И момент. Шикарный гол. Бицадзе. Браво, браво. Ребята заслужили. Они сегодня заброшенную шайбу. Бицадзе, Алексеев, Торопченко. Принимают успех. Ну и все же 4-2. Это уже другое настроение. Сейчас каждая шайба важна россиянам. Классно с неудобной руки. Торопченко на дальнюю штангу делает передачу. Ну и тут как здорово. Бицадзе подстроился под эту передачу. Пытался тут ему помешать. Но спиной уже тут катил защитник Томас Миллер. А это уже сложно. Это опять, да, не бросок. И опять подставлена клюшка. 5-2. Празднуют пятый гол Американцы. Сложно, конечно, тут упрекать в чем-то вратаря. Здорово. Опять все сделали. Ликисты сборной США. Давайте смотреть. Чуть-чуть подставил клюшку. Бицадзе назад. Ну и будут сейчас меняться россияне. На смене. На смене ловят Американцы. И... Браво, браво, Жуков. И добивание какое было опасное. Но там уже помогли партнеры. Жукову. Бросок. И уже все. Поднялся сальга. И был готов к следующим свершениям. 2-5. Уступают Американцы. Подопечные Сергея Голубовича. Ну вот, видите, хороший пас. Четко на ход. Убегал Джейкоб Тортура. К воротам. Михаила Жукова. Ну и тут по максимуму помешал Данила Голенюк. Но его добивание тоже было не менее опасное. Мог. Игрок обороны сборной США. Итак. Вновь большинство россиян. Ну давайте. Ребята, первую шайбу в большинстве на этом турнире. А вот и она. 5-3. 5-3. Молодчики. Очень быстро сборная России реализует большинство на этом турнире. В этом матче, да, очень быстрая шайба. Буквально несколько секунд потребовалось выигранное выбрасывание. Липанов делает передачу. И тут бросок с неудобной руки от штанги. Шайба оказывается в воротах. Это Кирилл Слепец делает счет 5-3. И форвард Ярославского Лока. Так, тут в официальном протоколе у нас все шайбы теперь записывают почему-то на Дмитрия Самарукова. Интересно. Ну вот продолжает россияне идти активно вперед. Меньше трех минут до конца. Сейчас может быть и на фантастику. Да! Нарываются американцы. 5-4. 5-4. И это может быть каким-то фантастическим возвращением в игру. Две шайбы подряд в исполнении сборной России. Иван Чехович! Иван Чехович все блестяще делает. Шикарная передача из-за ворот в исполнении Павла Калтыгина. Бросок в касании. 5-4. Ай да, россияне молодцы! Вот это да! 5-4. И теперь уже мы чувствуем какую-то даже дрожь в коленках американцев. И посмотрите, как занервничал Джон Врублевский. Но только сейчас не удаляться. Нет, арбитры не дают никакого нарушения. Хорошая передача. Свечников. И вот надо выходить сейчас уже шестому полевому. Рисковать россиянам. Свечников какой хорошей техникой обладает. Это показывает. Нет, все-таки шайба американцы. Ну и надо выпускать уже шестого полевого. Липанов по борту. Почему только сейчас пораньше бы, на мой взгляд, это можно было сделать. Бросок дальний опасно. Рядом со штангой шестером россияне. Атакуют ворота. Липанов. Здорово, диагноз, начистолет бросок. И успевают подставить клюшку американцев. Вот тут толчок же был. Две минуты. Арбитр. Ай-яй-яй-яй-яй. Передача из ворот не точно все. И это победа сборной Соединенных Штатов Америки. Или нет? Липанов! Успел еще он бросить до сирены. Какой момент сейчас. Казалось бы, уже время-то у нас на секундомере закончилось, но могли тут быть расхождения в несколько секунд. 5-4. 5-4. В сумасшедшем драматическом матче победа сборной США. Но все равно мы стоя аплодируем команде Сергея Голубовича. Хороший хоккей показали наши ребята. И впереди еще много интересных матчей. И я уверен, мы увидим победы и ни одну сборной России на этом турнире.